ребят всем привет мы снова на канале тесла ну что находочки как всегда находки я такую находочку нашел одну пригодится мне в этом ну это как зарядка да то есть у меня тут постоянно что-то на зарядке стоит и не хватает приходится что-то вытаскивать что-то включать а вот тогда мне одновременно чтобы было вот как раз вот это вот вещица пока показывать не буду где она стоит потому то как у меня тут идет перестройка вот но начнем с находок и начнем ребята вот с такой материнской платы значит была материнская плата вот такая найдена надеюсь вам видно хорошо можно вот так вот немножко приблизить мы опять еще не на столе она таком своеобразном столике что у нас давайте посмотрим вместе что с этой материнской платой вот такая шла видеокарта по вашему это затычка вот и два вот таких вот вот таких вот рам шпайгера или как называете вы оперативная память но вы смотрите на ddr2 написано сейчас я вот очки возьму свои так написано ddr2 и 512 всего лишь ребята всего лишь 512 мегабайт вот в этих двух ну конечно тысяч а по одной если то 512 ну ладно сейчас меня больше интересует меня больше интересует какой стоит процессор в этой материнке потому что сама материнка какая-то скажем так интересная потому что здесь смотрите какие соединения да то есть это уже какое то что то как то в общем я не особо в этом разбираюсь предоставлю это вам сейчас мы снимем вот этот вот кулер как-то вот он не хочет снимать вот снимается вроде бы вот но я уже вижу 775 сокет и скорее всего там ничего такого как бы так крутого не будет потому что с такими с такой оперативкой с такой видеокарта я думаю что процессор здесь тоже очень даже простой сейчас посмотрим его так и процессор у нас коры 2 дуо обычная очень даже простенький процессор в общем вот такая вот материнка на 775 кстати у меня кто-то там спрашивал 775 сокет ребят их много попадается я без проблем могу выслать за только за пересылку ну то есть мне за саму материнку причем с процессором даже если будет мне особо даже ничего не надо ребят если хотите оплачиваете 20 евро пересылки я вышлю вот такую вот материнскую плату без проблем такую либо другую похожую да то есть но они разные бывают поэтому вот так в общем вот такая вот и значит что ну и вот такая вот находка как находка не будем ее там причислять там зачетным или не зачетным ну скажем так очень даже простенькая находочка идем дальше вот часы нашу такие часы называются адора адора по моему ну так вот вот не знаю что за часы такие интересные были бы если бы не были вот так вот поцарапаны сильно вот ну тем не менее находка положим положу их свои часы где их там собирал вот ну и оперативку тоже ложим туда же где материнка и дальше у нас интересная есть тоже материнка смотрите вот такая была найдена и вот здесь мне кажется уже повкуснее все повкуснее почему я говорю потому что тут ребята стоит оперативка на 4 гигабайта вот такая вот маленькая материнка если найти ее модель дальше надо биостар г-41d3 плюс в общем вот такая вот можете сами вот так посмотреть и прочитать 4 гига стоит оперативки и сейчас вот посмотрим какой у него стоит процессор мне кажется если 4 гигабайта процессор стоит вернее это оператива стоит то ну процессор должен быть как минимум ай-3 если я не ошибаюсь волшебные очки смотрим и читаем и так ребята здесь даже и не ай-3 стоит здесь стоит pentium d 945 что такое да коста-рика и так далее да ну в общем вот так вот вот такая pentium d вот ну возможно я точно не могу вам ничего сказать по этому поводу потому как я не особо шарю в них но я думал что троечка здесь будет кто-то возможно знает может быть pentium d тоже нормально ну ладно отложим ее пока в сторону но есть еще кое-что а ребят давайте разбавим находки компьютерные с находками немножко другими смотрите интересные вещи нашел я знаю что это ценится я по-любому знаю что это ценится уже находил и уже даже такие продавал смотрите картриджи от супер нинтендо причем тут довольно таки порядочно так 4 и еще два и вот такой вот это не картридж это как бы адаптер к игре геймбой то есть здесь стоит карта от геймбоя а вы можете в супер нинтендо вставить и играть это и в общем вот такой вот наборчик да сейчас я вам скажу что за игра здесь итак у нас здесь стоит супер марио альстарс здесь марио из миссинг здесь у нас супер марио world здесь марио карт супер марио карт здесь шлюмпфе и здесь астерикс и обеликс в общем вот такие шесть игр ну что плюс еще вот эта штучка зачетная вам скажу потому что я знаю что ну стоят они копейку какую-то копейку они стоят так а мы пока перейдем дальше смотрите ребята что есть вот есть вот такой вот ноутбук вот какие-то варвары нафиг взяли и выкинули такие ноутбуки до 2 и причем они два одинаковых я сам 2 покажу тоже причем выкинуть им взяли вот так отломали экраны да то есть дисплей оторвали с корнем здесь вырвано то есть вот они еще шевелятся но туда конечно в общем это у нас это у нас asus модель не знаю сейчас скажу вот и что внутренности все стоят все нормально вот вот этот почему-то у меня не включается один то есть он показывает зарядку батареи а вот сейчас он включился извиняюсь лампочка загорелась тут это значит процессор запустился но материнка вот вот кстати смотрите вот он интересная вещь да он вроде бы как бы и поломан матча сам покажу вот так отломана тут все нафиг и тем не менее он запустился да и вот он сейчас спешит там что-то что-то пишет чтобы сделали чтобы он пошел да ну то есть тут тут я не буду читать вот на здесь на клавиатуре не хватает одной кнопки а так в принципе все у него нормально то есть то вот видите да вот дисплей целый остался хоть его и оторвали нафиг с корнем сейчас мы его убираем в сторону я вам покажу еще один ребят такая же фигня вот такая же точно фигня взяли все и оторвали нафиг то есть ну какие-то варвары блин самое интересное что внутренности не вытащены вот так я положу включаем внутренности не вытащены все стоит оператива стоит жесткие диски стоят а вот так вот взяли сломали но это дилетанты потому что думают что если вот так вот сломали то типа все но это далеко конечно еще не все при желании их можно отремонтировать при желании можно им поменять вот эти шарниры крышки вот эти вот задние да то есть но я так понимаю там вырвано все поэтому скорее всего их на новые либо вот эти передние панельки я не знаю точно ну в общем что-то надо вот менять но при желании их можно сделать они рабочие вот этот кстати вот сейчас вот что-то молчит а до этого я его запускал и у меня он даже windows загрузился на него семерка windows на них стоят на обоих давайте пока он тут что-то хочет говорить я вам скажу модели их обоих они одинаковые и модели их будут тоже одинаковые модель asus x5 d a d windows 7 стоял и на вот стоит и вот здесь написано их не данные или их данные значит что у нас здесь здесь у нас хреново видно поэтому посмотрим на другом хорошие можно использовать либо без дисплея с каким-то дисплеем отдельным да но либо чинить все итак здесь написано 320 гигов у него стоит htd 4 гигабайт оперативки cpu у него стоит атлон 64 м 300 ну и дальше 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 тут всякая ощущение написано в общем вот такие вот к сожалению вот такие два были найдены что что поделаешь ничего не поделаешь вот но я думаю я не думаю я даже знаю что человек у меня их на запчасти возьмет есть человек который меня берет на запчасти он их заберет скорее всего вот у нас еще один есть маленький компьютер сам покажу был найден вот такой корпус скажем так что корпус только до крышки нет передней панели нет такой мини компьютер причем был неплохой и очень даже жалко что он вот в таком виде поэтому придется мне его разобрать не знаю какая стояла здесь процессор какой стоял но видно что это был либо ай 3 либо ай 5 вот мы сейчас вот так вот все отсюда берем и снимем во первых я хочу себе оставить такой питание хочу себя ставить потому как он маленький компактный вот ну и снимем материнку сейчас посмотрим что за так здесь компактно тоже упаковано провода красиво так тоже лежат и вот пока мы с нейро материнку не снимем пока мы не вытащим питание скорее всего а вот вытащить нам повезло так вот он блок питания ну в общем он такой компактненький я думаю что когда-нибудь пригодится либо поставить в компьютер вот в такой же либо просто пригодится как блок питания отдельно вот а здесь мы сейчас будем снимать так у нас крепится ну такая мини материнка смотрите все равно как бы там ни было здесь есть место для видео карты и здесь есть место для двух для двух для двух оперативок то есть для двух планок оперативки такой мини компьютер можно в принципе собрать вот и вот такая маленькая материночка ну довольно таки себе неплохая тоже от иисус и у нас иисус иисус pb h61-1 тоже мы оставляем сейчас я посмотрю что у нее с местом для самой да в принципе нормально все место для процессора вроде ничего вот в общем оставим ее пока и вот такие у нас были сегодня находки жалко конечно эти два ноутбука хорошие кому-нибудь бы еще пригодились но в таком состоянии конечно их использовать трудно вот но у меня на этом сегодня все ребятки ставьте лайки подписывайтесь на канал участвуйте в розыгрышах участвуйте в пишите комментарии и так далее ну в общем всем как всегда удачи до следующего видео давайте посмотрим